Мы знаем. Вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Ну что же, утро на Болткоме продолжается. Олег Пекко и Александр Шунин проводят это утро вместе с вами. Но не только мы. К нам присоединяется генеральный директор отеля «Шевалье» Юлия Жигунова. Здравствуйте, Юлия. Доброе утро. Доброе утро, Олег. Доброе утро, Александр. Здравствуйте. Ну что, поговорим на тему туризма. Каждый раз, когда мы встречаемся с Юлией, в принципе, мы понимаем, что сфера гостеприимства все время переживает какие-то сложности. И только-только мы вроде бы перекрестились, справившись на какое-то время. Опять, еще неизвестно, что будет осенью с ковидом. Но сейчас вот эти события, война, которая буквально чуть ли не в центре Европы происходит, наверняка отсекает тоже какие-то вот сферы, сегменты, страны, которые обычно всегда были традиционно очень активны в интересе к отдыху в Латвии. И вот насколько сейчас эта ситуация, как эта сфера гостеприимства пытается приспособиться к новым условиям? Конечно, мы все безумно ждали этого лета. И последний раз, когда мы с вами общались, тоже я помню, что я говорила, что это лето обязательно должно быть лучшим за последние два года, так как ковид уже вроде бы как отступает хотя бы на это лето. То есть послаблений они были все больше и больше, конкретно в нашей стране. И интерес туристов был, конечно, достаточно активным. В принципе, в феврале мы уже видели, что турист просыпается, и были какие-то бронирования там уже на более дальние периоды, на июнь, июль. То есть если в феврале вот мы смотрели, то окно бронирования, оно появлялось, и мы видели, что да, что-то происходит. Но после 24 февраля нам стало понятно, что мы опять в рецессии, как, в принципе, и это уже мы привыкли за последних два года. То есть мы живем такими волнами, то вверх, то вниз. И, конечно, мы потеряли сразу три рынка, которые, в принципе, составляли львиную долю туристического потока исторически. Да, еще до войны. Три рынка – это, конечно же, Российская Федерация, это Республика Беларусь и непосредственно Украина. То есть это то, что мы потеряли. И вряд ли, я даже, честно говоря, я не вижу на данный момент, вот никак не могу понять, вернутся ли вообще когда-нибудь. И если вернутся, то вряд ли, конечно же, в том потоке, потому что мы все прекрасно знаем про то, как Европа и, в принципе, целый мир изолирует Беларусь и Украину в том числе. Из-за войны и России, да, то есть, ну, соответственно, нужно осваивать другие рынки, нужно опять учиться работать на привлечение совершенно другой ментальности и разрабатывать новые программы для, скажем так, другого туриста, чтобы ему было здесь интересно. А какого? Из Азии, из Европы, из Америки? В первую очередь, да, у нас обозначены, в принципе, если вот так брать по латвийскому, да, туризму, то есть вот ЛИА как раз непосредственно тоже работает над этим, да, то есть приоритетные рынки, это, конечно же, Скандинай, да, то есть мы имеем в виду Швецию, Финляндию, мы имеем в виду Норвегию, да. В принципе, Литва и Эстония, это считается у нас местный рынок, да, на них мы тоже также и отели, и, в принципе, операторы, все пытаются работать наиболее активно, потому что кто, как не наши близкие братья, да, это эстонцы и литовцы нас поддерживают, как и мы, собственно говоря, да, то есть поездка в Таллин уже стала совершенно абсолютно стандартной поездкой на выходные, но хотелось бы, чтобы Рига тоже имела вот так активно туристический поток. Ну, к Сталину, как и сами Рижане ездят в столицу Эстонии. Ну, то есть эстонцы к нам меньше приезжают, чем мы к нам, правильно? Мы к ним. Я бы сказала, опять же, у меня нет точной статистики, но по моему ощущению, да, и по тому, что я вижу, как происходит, допустим, конкретно в отеле, которым я управляю, да, то, да, безусловно, Рижане ездят в Таллину намного чаще, чем жители Таллина в Ригу. По вашим наблюдениям, кого стало больше, ну, я имею в виду приезжих туристов, потому что на минувших выходных я так прошелся по старому городу вечером в субботу, и в различных таких открытых кафе-ресторанах, не сказать пивнухи, а я уже и сказал в пивнухах, опять были замечены британские мальчишники. Ну, то есть вот такие от 18 до 58 лет мужчины поголовно в шортах и гавайских рубахах, литрами пьющие и сильно орущие. Когда-то, лет 10 назад, Рига мечтала от них избавиться и поменялся и качественно, и количественно тогда портрет туриста. Нет ли опасений, что мы вернемся в прошлое еще и в этом? Позволю исправить, что это было 15 лет назад, когда мы, в принципе, Рига поняла, что британский вот этот турист, непосредственно которого вы описали, он портит имидж, в принципе, столицы как таковой. То есть мы знаем про, все помним инциденты у памятника свободы и так далее, да, драки и сон на лавочках. Ну, то есть, в принципе, вся отрасль активно работала на то, чтобы создать им неблагоприятные условия, да, то есть поднимались цены в гостиницах, повышался качество сервиса. Это, в принципе, дорожал не только алкоголь, но и все услуги, связанные с развлечениями. И этот турист, он исчез, потому что Рига стала непривлекательна в первую очередь по ценовой политике, да, потому что мы были крайне дешевые. И сейчас то, что я вижу, увы, да, мы упали примерно на 15 лет назад, потому что мы стали достаточно доступны по именно ценовой категории гостиниц, ценовой политике. Я бы даже сказала, это не... То, что у нас сейчас опять стоит для них совершенно посильных денег, да, то есть приехать на выходные и отгулять по полной, мы снова, да, да, мы снова там, увы. А с чем это связано? В первую очередь это связано с доступностью самолетов, которые опять, да, то есть Рига, Лондон, РНР какое-то время, да, можно было забронировать за 5, 15, 25 евро, да, то есть и, в принципе, это в первую очередь доступность перелета. Во вторую очередь это доступность гостиниц, да, то есть если посмотреть по рабочим дням, в принципе, да, то есть есть гостиницы, вполне себе неплохого уровня, которые позволяют себе продаваться за, там, 35-40 евро за ночь с завтраком. Соответственно, это для них каких-то-то там несчастных, господи, 25-30 фунтов в сутки, что для жителя Великобритании абсолютно смешные деньги. Вот. Я сама была в Лондоне на медни, и у них цены совершенно другие, категорически другие, да. И зарплаты, да. Да, да, то есть они могут своими зарплатами приехать сюда, позволить, тратить там по 200 евро в день, для них это смешно, они на 200 евро тут могут себе получить абсолютно полный пакет развлечений, включая все вот эти пивные аттракционы, да, вела-рикши и так далее. И, соответственно, так как они приезжают, опять же, да, как вы заметили, большими компаниями, это шум, это гам, это грязь, увы. А куда же делись культурные туристы, которые сменили вот этих парней? Неужели им у нас неинтересно? Опера работает, театры работают, выставки работают? Работают, да, но, во-первых, сложно купить билеты в ту же оперу, да, у меня было несколько запросов у гостей, да, из той же самой Италии и так далее, которые хотели посетить нашу оперу. Я пыталась несколько раз купить им билеты, билеты недоступны, они просто распроданы. Выставки, да, они есть, но насколько активна реклама выставок, насколько активна реклама той же самой фестиваля оперы, там, Сигуты и так далее, да, за границей. Я не говорю про территорию Латвии, да, это мы тут все знаем, что вот у нас будет происходить это пятое-десятое, у нас, возможно, будет там такой или иной концерт и так далее. Но это все должно рекламироваться для них там крайне редко, да, то есть гости обращаются к гостиницам, как раньше, да, то есть раньше был развит консервис и так далее. Гости звонили и сказали, что вот мы желаем к вам приехать, а что бы мы могли нам посоветовать посетить именно эти даты, да. И консервис гостиницы говорил, в эти даты мы вам можем предложить посетить там такой спектакль на таком языке, такую оперету или такой балет, там, будут титры, не будут титры, да, у нас там происходит такая или иная выставка. И плюс, позволю себе отметить, что огромное количество туристов, даже не туристов, а жителей других стран Европы, которая считается старой Европой, они уверены, что у нас здесь война. И я получаю отмены непосредственно, что, извините, из-за вашего военного положения, к сожалению, мы не сможем к вам приехать, так как это подвергает угрозу безопасности нашей жизни. И когда мы говорим, ребята, мы очень извиняемся, но вас дезинформировали, в Латвии все спокойно, мы страна-член НАТО, мы защищены, у нас нет ни военного положения, ни военной ситуации, да, и на данный момент военная угроза, она не обсуждается в Латвии. Они говорят, ну как, нам же говорят, нам пишут в их каких-то там газетах, новостях и так далее. Поэтому, к сожалению, что происходит в медиапространстве вне Латвии, нам не подконтрольно, и переубедить испанских, французских, итальянских потенциальных гостей, что у нас здесь спокойно и чистое небо, безопасное небо, к сожалению, практически невозможно. Поэтому не только мой, но и другие отели, я недавно общалась с коллегами в огромном количестве, все подтвердили, да, отмены, огромные отмены из-за угрозы безопасности. Вот новая рекламная кампания, которая нацелена как раз-таки на европейские страны и которая осуществляет агентство инвестиций и развития, она, на ваш взгляд, может помочь решить эту ситуацию и переубедить в том, что, ну, то, что вы и сказали. Да, мы находимся на восточной границе, непосредственно, вот там, скользкая губерния и все такое прочее, но мы страна-член НАТО, у нас спокойно приезжайте, пожалуйста, в гости, у нас вкусно и интересно. Конечно, может. Безусловно, любая рекламная кампания, любая пиар-акция нацелена на конкретные цели, да, если она реализована конкретно, правильно, с умом, через правильные каналы, которые могут достучаться до нужных людей, она может иметь эффект. Как это будет реализовывать наше агентство развития инвестиций и привлечения туристов, мне на данный момент комментировать сложно, потому как я не знаю конкретно, какие шаги они собираются предпринимать, да, то есть есть информация о том, что они будут сотрудничать активно с авиалиниями, да, и рекламировать Латвию в журналах авиакомпаний, да, и также будут, конечно же, приглашаться различные, различного уровня, медиаперсоны, блогеры, журналисты и так далее, которые должны будут популяризировать Латвию как страну безопасную для туриста, интересную, да, что у нас действительно вкусно, хорошо и так далее. Но, опять же, я не смею на данный момент комментировать то, чего еще не произошло, потому что все компании, они будут, как я понимаю, начинаться вот именно сейчас, с мая по декабрь и так далее, то есть у них планы и Рождество, и Рождество, на Рождество активно привлекать, там, из разных стран туристов и в целом, но пока не смею комментировать то, чего еще вообще не происходит. Но, как мы знаем, если это будет реализовано правильно, то шансы достучаться есть. Ну, надеемся. Да, Юлия Жигунова, генеральный директор отеля «Шевалье», и телефонный прямого эфира 6212-939, можно писать в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Пришел вопрос, вот к слову о Таллине, пишет нам слушатель, туристам более респектабельный, что ли, чем в Риге, то есть они там сильно отличаются от Риги, интересно, почему? Ведь мы же все рядом. Рядом, не рядом, но Таллинн за последние несколько лет, еще до ковидных лет, начал активно развиваться, как именно в стиле, я бы сказала, урбанического европейского города. У них появилось несколько там творческих кварталов, кварталов с ресторанами, у них популяризируются, и они привлекают международные глобальные гостиничные сети, которые непосредственно рекламируют на других рынках, да, Таллинн, у них огромное количество ресторанов, и позволю себе отметить, что если уж историческое событие, как Мишлен рассматривает на данный момент рестораны Таллина, и это в принципе, да, то есть такого никогда не было, и сейчас прям вот именно в эти даты происходит оценка мишленовских экспертов ресторанов Таллинн, да, смотрите, даже Москва, в которой огромное количество великолепнейших ресторанов было, да, они не попадали в мишленовский список, то есть у них были мишленовские повара, у них были рестораны, которые считались лучшими в мире, одни из, там, в топ-10, но Мишлен не смотрел в сторону такой, казалось бы, гастрономической столицы, как Москва, а Таллинн на данный момент уже в списке. То есть я думаю, это тоже очень на многое, что говорить. Похоже на правду, что эстонцы заплатили Мишлену за то, чтобы они прислали своих экспертов. Ну, я читал такую информацию. Ну как, чтобы они приехали, им нужно заплатить. Ну да. То есть они изъявляют желание сами из серии, мы вот посмотрели, у вас здорово, мы готовы к вам приехать. Но финансируют, это, конечно же, не знаю, муниципалитет, изгод бюджета и так далее. А сколько это может стоить? Несколько десятков. Несколько десятков тысяч евро, а то и под сотни, я не знаю, честно. Ну это не так дорого. Что же наши-то скинуться не могут? Прислали двух-трех экспертов. Тут посидели, там посидели, выпили, закусили, что-то черканули, какой-то отзыв. Ну честно, как мне кажется, не хватает проактивной деятельности. Вы упомянули совершенно справедливо, что в Таллине открылось несколько кварталов. Ну да, их как минимум два. Один на побережье, второй там на территории бывшей фабрики. Так и у нас есть. У нас в Нагинскалнский рынок только что открылся после ремонта. Вполне себе хипстерское место. Почему бы тоже как-то не рекламировать это все? Честно, я не понимаю, почему Эстония впереди нас постоянно. Постоянно. Там действительно, там красиво, там здорово, прикольно. У нас столько мест, о которых никто не знает даже внутри страны. И вот этот внутренний туризм, который, как мне казалось, должен развиться во время ковидных ограничений, когда выехать, по большому счету, вне пределов Латвии нельзя, были все шансы изучить, наконец-то, родной край. Так этого тоже не происходило, потому что владельцы не озаботились ни рекламой, ни купить две банки краски, мазнуть здесь что-то, сделать привлекательное. Ни уличная торговля, там какой-то стритфуд. Такое впечатление, что два года все отдыхали, никому не надо, все на паузе. Просто на паузе. А эстонцы опять педальку в пол и вырвались вперед снова. Да, вот вы и ответили. Нет проактивности, нет рекламы, нет заинтересованности. И посмотрите, банально, я как ательер, да, то есть что сделали отели? То же самое, да. Нам проще понизить цены, да, и просто распродать. Это раз. Нам проще закрыть и продать, забыть. Да, это очень сложный бизнес, и, в принципе, это не бизнес, потому что бизнес должен нести деньги, да. У нас гостиничный бизнес деньги практически не несет, да, если это частное предприятие. И при этом, соответственно, мы отстаем. А что делает Таллин? Таллин повышает цены, Таллин открывает новые места, Таллин инвестирует и так далее, и так далее, и так далее. Муниципалитет, да, я не рижанка, мне сложно судить, что происходит в Риге. Я могу только судить по тому, как относится муниципалитет непосредственно к ресторану, гостиничному бизнесу, да. Скидки на террасы у нас нет, да, они упростили, допустим, организацию террасы как такову, да, то есть, в принципе, чтобы поставить ее стало проще, не надо там 25 инстанций проходить. Но почему нельзя бесплатно разрешить, допустим, ресторанам, поддержав их таким образом, да, размещать террасы и кормить гостей на улице? Это раз. Почему нельзя, это больная тема, да, снизить ресторанам также НДС? Почему, да, когда в Таллине все это происходит и так далее. В принципе, тут разговор часа у нас на два, и я, к сожалению, не прекращу критиковать нынешнюю правящую коалицию в Рижской думе. Тут касательно именно ресторана, гостиничного бизнеса, да, у нас нету скидков на налоги и так далее, и так далее. То есть, ну, к сожалению. А в Таллине это все есть. В Таллине я была сама за последних несколько месяцев, несколько раз в Таллине. Я жила в очень хороших отелях, я смотрела, как это все происходит, и я вынуждена признаться, что у нас такого уровня больше нет. То, что было в 2019 году, то, что мы потом и кровью отработали и выгнали, в принципе, всех вот этих неприличных туристов и стали действительно гастрономическо-культурной столицей Прибалтики. Все, мы этот статус потеряем, и я не думаю, что в ближайших пять лет что-то такое радикально случится, чтобы мы могли вернуть себе этот текий. А почему именно пять лет? Это я просто сказала, честно говоря. Потому что, опять же, мы ожидаем опять очередную волну ковида. Мы всем известно, что Минздрав закупил вакцины, соответственно, их надо будет куда-то тратить. Но это абсолютно субъективное мнение, которое, возможно, не имеет никакой подпитки. Это просто какие-то эмоции мои. Но в целом мы ожидаем, что в октябре нас могут опять как-то закрыть. Соответственно, что бы ты за лето не развил, и как бы ты не заработал, ты должен понимать, что, возможно, осенью это все на какое-то время опять закончится. И будет ли у нас рождественский базарчик, который Илья собирается рекламировать, или не будет, это уже огромный вопрос. Просто надо... Пока вот сегодня есть работа, мы работаем, туристы есть, гостиница полная, персонал набран. Опять же, вопрос персонала у нас. Это огромная проблема. Потому что пропал, разъехались люди. Люди разъехались, люди поменяли сферу. Не все готовы, как я, работать. Непонятно, в каких условиях. Ковид, не ковид. Но я люблю свою работу. А есть люди, которые я никогда не любили, и было сложно уйти. Да, ковид дал возможность просто бросить все наконец-то и поменять сферу деятельности, и люди счастливы. Да, и, соответственно, когда ты звонишь и говоришь, давай работать вместе опять, говорят, извини, Юль, ты, конечно, классная, отель у тебя классный, но нет, я там работаю в логистике, я вообще курьером развожу Омниву, и мне очень классно. Я получаю еще больше, чем я получал. У меня классный график работы, меня все устраивает, жена счастливая, и до свидания. Да, то есть, к сожалению, слишком много но и слишком много увы. Поэтому я пока... То есть, для меня вот эти каких-то там пять лет, то, что говорят, до 27-го года, в принципе, пока я не думаю, что будет какой-то сильный всплеск в развитии. Опять же, учитывая того, что сам муниципалитет, он особо не старается, к сожалению. Но это мое личное мнение. Жаль, жаль, что не стараются ни те, ни другие. Ну, как хорошо, что есть такие упертые, убежденные профессионалы своего дела, как генеральный директор от Олег Шевалье, Юлия Жигунова. Юля, огромное спасибо, что были сегодня с нами. Держитесь, успехов, хорошего вам лета, прибыльного, и пускай новая волна, все-таки, ковидная, я имею в виду, не накроет ни вас, ни ваш бизнес. Всего доброго, хорошего дня. Ваши слова до Бога выше. Спасибо, Александр. Спасибо, Олег. У нас небольшая пауза, после которой новый гость.